Добрый день, уважаемые земляки! Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня мы поговорим о птице. Не о курах, не сушках, а о пернатых, декоративных. Как вы уже, наверное, догадались, мы опять в гостях у Михаила Юрьевича Елизарова, председателя Совета Союза воронежских садоводов. Добрый день, Михаил Юрьевич! Здравствуйте, товарищи! Михаил Юрьевич, мы находимся на вашей маленькой стройке. Я так подозреваю, что это опять сооружение для новой птицы. Ну, да, это очередной вольер, которых я уже немало построил. Но сейчас речь идет о том, что срочно нужен новый домик для новых птичек. Птицы на этот раз очень редко. Есть информация, что их больше в России, кроме как у меня, нет таких птиц. Эти птицы живут на другой стороне планеты. Называются они шлемоносные краксы. И место обитания – это Венесуэла, ну и немного Колумбия. У них место жительства – это кокаиновые плантации. Поэтому мне приходится переводить их с коки на белокочанную капусту, чтобы от вредных привычек их как-то избавить, пока до греха не дошло. Ну, они сопротивляются, но деваться им некуда. Еще огурцы наши неженские или давыдовские хорошо идут. Птицы есть новое, и вот это вот новое поступление, они нуждаются в улучшении жилищных условий. Ну, пока погода позволяет, вот приходится строить такие вольеры. Вот этот вольер, тут метров, наверное, 30 квадратных, это вот для двух птичек. – Михаил Юрьевич, ну покажите нам, что с собой представляет Ваш питомник вот на сегодняшний день. – Ну, пойдем посмотрим. Это будет комплекс закрытых вольеров, соединенных переходами, но с озерами, как у меня в саду принято. Ну, каждый год появляется по вольеру, скажем так. Когда особое время есть свободное, можно построить вольерчик. Птиц много в природе красивых, которых хотелось бы иметь и содержать в этом для души. Для души. Денег никаких – это не бизнес, это не приносит, это только для удовольствия. Птицы, в основном все они не местные. Это Китай, Индия, острова Сейшелы, Мальдивы. И в основном такие остров Ява, павлины, вон они с острова Ява. Ушастые фазаны, синие, коричневые, они родина Китай, Корея. Ну, вот есть ямалайские птицы, которые вообще-то в таких суровых условиях живут, и наш климат для них очень даже неплохой, как Сочи для нас. Но главный принцип, что птицы в отдельных вольерах, и они между собой не пересекаются. Ну, вот ни для кого не секрет, наш Воронежский зоопарк одно время пострадал, потому что там было много птиц, она была скучена и перемешана. Инфекция, она может проникать, как сейчас в последнее время известно. И они потеряли много птиц там. Ну, и, конечно... Пришлось им коллекцию восстанавливать. Ну, до сих пор они не восстановили в том виде, как они хотели. А это что за курочки такие симпатичные? Это иванский бантан, самые мелкие куры. Их меньше не бывает в природе. Но несут они самые вкусные яйца и очень-очень полезные. Вкуснее, чем яиц, чем от декоративных кур, их не бывает в природе. Даже ни павлини, ни фазани не сравнятся с этими яйцами. То есть, если на участке развести эту птичку, не только можно радоваться ее? Можно радоваться и тому, что они приносят очень-очень вкусные яйца. Они их несут сотни-полторы, каждая ходит через день. Они несут, я их не успеваю есть, я соседям угощаю соседей. Потому что продавать их мне как-то рука не поднимается. А это павлинчики белые? Это молодая пара. У меня была взрослая, ну, несколько лет я их держал. Мне очень понравились белые павлины, в отличие от индийских, черноплечих. Они более такие какие-то грациозные, на невест похожи. Самки я имею в виду. Ну, и не такие вульгарные расцветки, как у обычных павлинов. И я их пару завел. Но потом, могу признаться, сам виноватый. Я пытался помочь снести яйцо самке. Прихожу, она тут вот на полу лежит и делает вид, что помирает. Надо было просто подождать. А я пытался ей там помочь, там, начал ее тискать. И, короче, я ее умолил так. И вот я, она погибла. Самцу он там тосковал. Пришлось его там в другое хозяйство отдать. Ну, вот сейчас новую пару появилась. Вот это самец двухлетний и самка двухлетняя. Хвостик у него пока еще маленький, но он будет на метра, там, метра два длине. На весь вольер он его пушит. Яйца первые у них уже были в этом году, уже несколько штук. Но я их в инкубатор заложил, посмотрим, что будет. Суть по всему, они оплодотворенные. Это будут маленькие павлинчики. И это у нас находится в этом вольере трагопан из Сатира. Родина у них Китай. Живут они в высокогорьях. Тибет, вот где-то в тех краях. Они редкие птицы, очень добродушные такие, ну, не кусаются. Хотя вот в врачный период они, я их боюсь, они начинают самку защищать. Да, у них же и вон когти какие-то, и все на месте, клево. Приходится их там укорачивать. А так они добродушные птички. Симпотичные. Симпотичные. Да, очень красивые. Но это синегорлый трагопан. И у него отличие, что вот у него бородка такая, она как у сфинкса в брачный период. Она распускается такой пластиной. И ярко-синяя с красными полосами. Это вот когда он ухаживает за самкой, он делает боковой показ, как комбала. Он кажется больше и хвостиком так помахивает, очаровывает самочку. Очень интересно за ними наблюдать, как они такуют птицы. Это еще одна пара. Но это, правда, другой вид. Трагопан тиминки, у него более синие щечки. Принцип такой же, но пятна более крупные. Это вот два вида рогатых трагопанов. И у них вот очень красивые вот эти распускающиеся на подбородке, вот такие, как шлейфы, не знаю. Ему пришлось одевать очки, потому что он оказался агрессивный по отношению к своим самкам. И одно он вообще прикончил. Поэтому пришлось одевать очки, он стал поспокойнее. Самка у него из Нидерландов. Не совсем тут, не совсем близко. Но я стараюсь разную кровь. Это главный принцип у меня вот при содержании птицы. Нужно разбивать кровь. Ни в коем случае нельзя родственников разводить. Братьев, сестер и так далее. Это все сказывается на потомстве. Следующее поколение, они все паукосающие. Все хуже, хуже и хуже. Но если птица из разных мест, то первое, вот, F1, потомство, оно как и положено, здоровое, как в природе бывает. Поэтому у меня вот в разных вольерах разные виды и с разной кровью. Это основное вот правило. Это самые редкие павлины. Это исполинский вид павлина. Иванский павлин называется. И точнее, мутикус мутикус. Это пара тоже из разных мест. Самец из Белгорода, самка с Украины приехала. Ну, вот, они только в этом году начали разводиться. Пока еще в процессе яйца приходится в инкубатор закладывать. Потому что самка может их оставить. Они остынут. Она может быть безответственна. Или с пониженной социальной ответственностью. Поэтому лучше, лучше довериться инкубаторам. Вот пытаюсь их развести. Они вот очень красивые. Это зеленый павлин еще в простонародье он называется. И они пока у нас редкие. Ну, если я их буду разводить, тогда будут нередкие. Но они очень красивые и немногословные. Редко там, когда его кто-нибудь напугает, там какой выскочит, какой-нибудь там птичка, еще кто-нибудь, даже может быть, воробей. Они начинают там уже покрикивать. А так хорошие, очень красивые птицы. Ну, это самый крупный вид павлинов. Хвост у него там несколько метров будет. Это, конечно, вольер для него маловато. Но больше я себе не могу позволить. И это гималайский манал. Вот есть, вот вы все, наверное, читали про жар-птицу. Это вот аналог жар-птицы, дженерик, можно так назвать. Он на солнцепи горит огнем. У него очень красивый хвостик, перьев на макушке. И раз он гималайский, значит, родина у него Гималай. У него там, он в тех условиях, вот на высокогорьях он живет. Этот конкретно манал, он прибыл из Германии. У него кольцо 17-го года. Вся вот такая редкая декоративная птица, она проходит кольцевание. Каждый год у колец определенный цвет соответствует воду. Ну, как вот цвета радуги. То же самое. Желтые кольца – это 17-й год. Там написано, что это Германия. Номер там, хозяйство, все там указано. Птица красивая, правда. Птица красивая, очень даже. Они такие мощные, коренастые. Они любят вот копать. Я не могу им тут щебня насыпать или там землю, потому что они бы рылись целыми днями. И там они очень такие сильные птички. Вы не водите водоплавающую птицу, а у вас водоем возле каждого практически вольера. Это для чего? Это для души и для красоты. Так как я архитект-радостроитель, то у меня при создании вот этого зоопарка была такая мысль, что вольеры должны быть в комплексе с озерами. Озера нужны для того, чтобы птице возле воды было попрохладнее летом, когда жарко. Она отражается в воде и чувствует себя более защищенной. Ну, как замки раньше рвами с водой окружали и на цепях поднимались. Вот тот же самый принцип я сохраняю до сих пор. Поэтому у меня этих озер... Сейчас это легко все делается, пленка для искусственных водоемов. И любой формы копаешь, и все. Рыбки, рыбки, улитки. Здесь рыбки из пруда в Острогорском районе. Улитки из реки Потудань. Тут местные... Они уже местными себя считают городскими. То есть этот комфорт тоже для птицы? Да, это комплекс, вольеры с озерами. Но сколько я их объездил, я такого не видел. Это вот моя задумка. А это вот из новых поступлений. Мы видим, вот здесь, это вторая пара, у меня их две. Трагопаны Кэбота. Обычные, ну, я их уже называю обычными, хотя все трагопаны, они очень редкие. По сравнению с курами, с утками, мандаринками и апельсинками. Это очень редкий вид. В России их только-только-только начинают разводить. Ну, вот, и есть они в Краснодарском крае, в Подмосковье, в Москве. Их можно по пальцам пересчитать. Ну, я их буду... Ну, опять несколько лет. Пока они будут разводиться, надо два года ждать. Этот трагопан из Бельгии, а другой из Германии в соседнем вольере. Вот, опять разная, как я говорил, разная кровь, чтобы было здоровое потомство. Ну, вот, пару создаешь, они мирно живут, ну, вроде не обижают друг друга. Вот, поэтому остается только несколько лет подождать и посмотреть, что будет у них с потомством. Ну, а это еще один новосел, вине, пара новоселов. Это вот для этих птичек строится сейчас, как мы видели, там новый вольер, большой, красивый. Сейчас они временно сидят тут вот на передержке у меня. Пока еще новый домик я им не построил. Это очень красивая и редкая птица. Живут они на другом конце планеты, в Колумбии, в Венесуэле, на кокаиновых плантациях. Я их сейчас перевожу с кокаина на белокочанную... с листьев коки на белокочанную капусту. Это древесные коры. Отряд ГОКО. Шлемоносные краксы называется. Они молоденькие, ну, живут дружно. Ветки все погрызли. Ну, посмотрю, как удастся... Они вон клетку уже начинают сгрызть. То есть они такие любители чего-нибудь погрызть. Ну, птички интересные. Их пока еще ни у кого нет. Какие-то особенности в содержании вот этого птицы? Ну, древесные куры. Ну, как? Живут на дереве. Я им буду гнездо делать вот на дереве. Вот их отличие от обычных кур, что у них вот гнездо будет на дереве и буду их кормить ветками. Орешник там, типа того, что-нибудь такое помягче. Ну, мне они нравятся, они меня любят. Вот они там с рук едят. Ну, вот и такие вот они. Они не шумные. Так, потихонечку попискивают. Интересная птичка. Ну, из декоративных птиц это одни, наверное, из самых красивых. У огненно-спинные фазаны, у них два вида. Есть желтый хвостый и бело-хвостый. Я их долго-долго выбирал, каких вот себе заказать. Но мне понравились больше бело-хвостые. Принцип один и тот же. Вот у самца на спине такое блестящее красное пятно. Поэтому огненно-спинные называются, потому что спинка там красного цвета. Этот самец молодой. У него две самочки. Они из Бельгии, по-моему. И на следующий год он только приобретет там настоящую окраску, разводится они будут только со следующего года. Но это теплолюбивый вид, поэтому их приходится держать зиму в плюс 5 температуры, терморегуляторы там и так далее. Все это делается. Потому что на наших морозах они не выживают. Но тоже птицы редко. Есть они в Подмосковье, в частных зоопарках. Больше я их нигде не видел. Ну, постараюсь развестись, чтобы они были и в наших краях тоже. На кухне стоит собака, моет посуду и скулит. Эх, зачем я научилась хозяину тапочки носить? Вот такой совершенно необычный участок у главного садовода нашей области. Михаил Юрьевич, что бы Вы пожелали тем, кто только начинает осваивать свой участок дачный? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось бы пожелать начинающим садоводам и не птицеводам, чтобы они представляли себе уникальную возможность, которую можно получить, если у Вас будет в хозяйстве не только посадки, но и такие живые интересные существа, как декоративные птицы. Чтобы люди знали, что птицу не только тушками можно на рынке покупать, а ее можно кормить, можно получать яйца, перья, пух и так далее. Подушки набивать очень хорошие. Ну, птица в хозяйстве – это очень хорошо, и мне бы хотелось, чтобы люди знали, что это там и престижно. Вы же не забывайте, что в воспитании подрастающего поколения никто ответственности с нас не снимал. Компьютерными играми недостаточно обойтись. Нужно, чтобы люди могли пообщаться с живыми существами. А ничего лучше не придумаешь, как вот когда из яйца появляется фазаненок или павлененок, или цыпленок, и ты из него выращиваешь очень интересную, красивую, как мы выяснили, птицу. И она приносит и пользу, и радость. Поэтому, ну, я всем объясняю. Квадратный метр сетки, лист шифера, и вот у тебя готовый курятник. Ну, если есть желание, можете, как я, делать красивые вольеры. А принцип останется тот же самый. У вас будет птица, которая будет вам дарить радость и вкусные яйца. Удачи! Совершенно верно. Удачи! Принимайте все на вооружение. Всего доброго! Берегите себя! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова